Десятилетняя Хуан Син впервые выступает на публике, но ведет себя уверенно. Это ей пригодится в осуществлении заветной мечты стать телеведущей развлекательной программы. Когда я вышла на сцену, очень разволновалась, но вовремя взяла себя в руки, успокоила свое сердце. Теперь рассчитываю только на победу. Рассчитывать на победу могли далеко не все. Друг за другом строгая жюри показывала конкурсантам красные таблички. Благовещенские участники, представители университета Хэйхэ, очень хотели увидеть зеленые, поэтому репетировали прямо в зале. Понятно, что китайцы от русских отличаются намного, хотя мы с маленькими китайцами соревнуемся. Но, конечно, не так, что сильно переживаю. Просто хочу тоже хорошо выступить, чтобы порадовать всех, своих учителей и судей. Порадовать судей точно получилось. В случае с 16-летней лилией, хорошим произношением и рассказом, как я хочу стать счастливым человеком. В следующем туре участникам будет сложнее. Придется импровизировать на сцене. Победители осыпят юанями. 800 за первое место, 600 и 400 за остальные. Лучше, чем деньги. Только главный приз. Если на конкурсе победит русский участник, он, конечно же, наравне с китайцами получит возможность поработать на нашем канале. Мы планируем еще больше укрепить наши отношения, обмениваться корреспондентами, присылать друг другу материалы и программы. Видеоматериалы телекомпании «Город» попадут на телеэкраны Хэйхэ уже через месяц, когда состоится первый международный хоккейный матч на реке Амур. Кристина Коширина, Константин Волков. Программа «Город».